Ревьюзор Первой игрой наш сегодняшний гость назвал Clash of Clans. По сути представителя фри-то-плей модели, однако в отличие от своих собратьев, игра не так нагло просит у нас наши денюжки. На первый взгляд она представляется нам очередным клоном какой-нибудь веселой фермы, однако при более детальном рассмотрении у нее можно найти множество интересных вещей. К примеру, у этой игры отличный дизайн, нет уж совсем угловатых моделей, в отличие от других игр, а приближение позволяет увидеть все чуть ли не в мельчайших подробностях. Одна из главных частей игры это сражение. Так как все-таки живем в 21 веке, интернет есть практически, у всех создатели сделали постоянное подключение к нему. Но это, пожалуй, даже лучше, ибо играть против живых людей гораздо приятнее и интереснее, чем против ботов. Собственно, другие игроки могут на нас нападать, а вы можете напасть на них. Но, к счастью для нас и, к сожалению, для врага, мы можем строить некие средства защиты, типа пушек и так далее. Первостепенной задачей в этом месиве является уничтожение штаба противника и других прилежащих к нему построек. Как я уже упомянул раньше, игра требует постоянного подключения к интернету, иначе она даже не запускается. Благодаря этому Clash of Clans богат на социальные функции. Например, вы можете создать свой собственный клан или же вступить в уже созданный, а уж вместе как-никак веселее. Итак, что же мы имеем? Хорошую онлайн-стратегию с хорошей графикой, интересным геймплеем и ненадоедающей фри-ту-плей моделью. Ну что ж, отличный выбор. Разговор о следующей игре можно начать со слов «Восьми беточка, господа!» И действительно, этот дух старины не покидает нас ни на секунду в этой замечательнейшей игре. И знаете что? Это прекрасно! Здесь эта стилизация выглядит примерно так же круто, как она пошла в Hotline Miami. Собственно, суть игры можно передать как вертикальный Subway Surfers. Нам так же придется бегать и перепрыгивать через преграды, только обходя вместо поездов коробки и убегать не от злого полицейского, а от врагов и бескрайней пропасти. Проводя параллели, так же можно сказать, что в игре нам нельзя как-то улучшать характеристики персонажей. Можно только разблокировать новых. Но вот уже они, слава богу, отличаются друг от друга. Как по способностям, так и внешне. Игра сейчас стоит 66 рублей. За эти деньги вы получаете порцию ностальгии и кусок хорошего геймплея. Почему бы и нет? Как говорят злые языки, да что уж там, как говорят все в нашей стране, в России демократии нет. Но я с вами не согласен, потому что вот же она. Создатели сделали огромную работу и показали нам всю российскую политическую систему на 36 клетках. Что и позволяет игре оставаться интересной и необычной по сей день. Однако, она не так уж и проста, как может показаться. Нам надо собрать три одинаковых предмета. Три одинаковых предмета дают один новый, который более высокий по статусу. И так далее. Но сделать все это чертовски сложно, ибо нам постоянно будут мешать лишние предметы, а клеток всего 36. Однако, не все так плохо, ибо можно покупать за внутриигровую валюту нужную фигуру. Или покупать адвоката, который может передвинуть фигуру в нужное вам место. Демократия сделана с долей иронии. Например, очень повеселила надпись, сообщающая о том, что все персонажи вымышлены, и любые совпадения только совпадения. А если что-то показалось, то сходите в церковь или в психоаналитику. В общем, берите, игра затягивает. Да и к тому же, она бесплатная. И личная рекомендация от меня на эту неделю. Это прекрасная игра от The Peak. Где, как можно догадаться по названию, нам предстоит угадывать, что же это за картинка. А лучше еще добавить, к чему относится персонаж или как его зовут. Вообще, сейчас пошла какая-то повальная мода на игры подобного рода. Типа брендомании или той же, где нужно понять зашифрованное слово по четырем картинкам. Но вот The Peak сразу выделяется среди них. Хотя бы потому, что там нет просто фотографий персонажей и предметов. Там рисунки. И рисунки очень приблизительные. Я вас уверяю, что вы будете вещать, как сучка, когда будете угадывать Ace of Base или типа того, без интернета. Игра, как и, пожалуй, все игры подобного рода, очень цепляет. И наверняка вы не сможете отлипнуть от нее пару часов. Тем более, она бесплатна. На этом все. В гостях, я напоминаю, у нас побывал Golden Nick. А рассказывал вам об этих приложениях Ревьюзор. Обязательно подписывайтесь на канал GamePilot, если вы до сих пор этого не сделали. И всего вам наилучшего! Субтитры сделал DimaTorzok